Вот пошли трещины. Они меньше, а сейчас они увеличиваются и увеличиваются. У Валерия с Натальей подвал, как и у большинства местных жителей, находится под домом. Два года назад уровень грунтовых вод стал заметно повышаться. Теперь в подвале круглый год стоит вода. Из-за постоянных подтоплений по стенам здания пошли трещины. В прошлом году, когда была вообще критическая ситуация, вода поднялась где-то метр двадцать, метр тридцать. И она даже была у нас и в теплице, где у нас там вообще глубина метр. Уже там проступала вода. Многодетная семья Наумкиных живет в доме на соседней улице. Проблема здесь та же. Грунтовые воды затопили подвал. Как надо достать компот, допустим, еще что-то. Я снимаю футболку и лезу туда вот так вот в воду. Из-за влаги дом начал рушиться. Вся кухня в трещинах, а в коридоре недавно провалился пол. И в таком состоянии находятся все дома в округе. Эти дома ближе всего находятся к Каховскому водохранилище. Практически в каждом дворе здесь затоплен подвал. Таких домов в двух соседних населенных пунктах более полутора тысяч. Каховское водохранилище находится выше затопленных домов. В середине 50-х годов прошлого века, чтобы избежать повышения грунтовых вод, из-за постройки водохранилища создали систему защитных сооружений. На протяжении этих 15 километров всей дамбы существует 275 скважин водопонижения и три компрессорных станции, которые должны защищать и жителей, и территорию Каменско-Днепровского района, под который попадает село Водяное, город Каменко-Днепровское и часть села Великая Знаменка. Постепенно скважины выходят из строя, поэтому нужно бурить новые. Примерно 15 скважин в год. С каждым годом все меньше и меньше бурилось этих скважин. На сегодняшний день не бурится ни одной. На сегодняшний день 102 скважины вообще не работает. И так считаю, что процентов 50 с них работает с дебетом где-то 50%. Дом Галины Вишняковой также рушится из-за пребывающей воды. Женщина много лет пыталась обратить внимание на проблему. Лет 15 я обращаюсь. Писали в кабинет министров, писали всем президентам, четверым. Начиная с Кучмы и кончая Порошенко. Пишут, что мы делаем все и чистим канал, хотя канал не чистится. И говорят, мы очень много денег влаживаем в защитные сооружения. Ну куда деньги идут, вода-то прибывает. Содержание Каховского водохранилища финансируется из государственного бюджета. Местных средств хватает только на то, чтобы обеспечить некоторых жителей стройматериалами для засыпки подвала, либо укрепления стен. Полностью решить проблему на местном уровне не могут. Мы как городская власть здесь ее поднимаем, я говорю, на всех уровнях. Мы поднимаем ее на уровне часть областного совета, депутаты Верховного совета об этом знают наши. Нам каждый год обещают помощь, 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 но пока помощи нет. А результаты все каждым годом становятся плачевнее и плачевнее. С каждым годом уровень грунтовых вод поднимается все выше, а количество затопленных подвалов увеличивается. Если не возобновить систему водопонижения, город и вовсе может уйти под воду.